Семь способов накормить ребенка, чтобы он не заметил, но чтобы он покушал брокколи. Боже, я делала этот ремонт. А что будет, когда он выйдет в большой мир? Ребенок, это не моя собственность. Насколько же я реально жила в воздушном каком-то мире розовом. Ты мне сделал плохо. Я тебя так не растила. И ты такой, господи, боже, неужели такое бывает? Привет, красотка. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить воспитанию детей нашим подходам. Почему говорю нашим? Потому что тут должен сидеть еще вообще-то Денис. И если быть честной, мы снимали с ним это видео уже один раз. И в техническом плане были неполадки. А Денис такой человек, который не любит повторять одно и то же дважды. И он не очень охотно согласился на дубль. Ну, а мне не привыкать? Сложно, конечно, назвать это принципами воспитания. Потому что как такового кодекса, который висит у нас в квартире, его не существует. Это что-то такое в воздухе. Но при этом над этим выполнена большая работа. Пройдена большая работа. Потому что это и литература, к которой мы обращались еще до беременности, во время беременности, после родов. Это и наши какие-то исходящие с Денисом данные. То есть то, в каких семьях мы изначально выросли, какие у нас с ним принципы. И я ни в коем случае, это нужно сказать, в этом нужно упомянуть, не претендую на правоту и истину. Я не гуру какой-то в воспитании. Я просто мама. Просто мама со своим опытом. И если бы не ваша обратная связь, если бы не ваша просьба на самом деле снять это видео, я бы даже не задумалась, что стоит об этом поговорить. Поэтому если хоть кому-то будет мой наш опыт полезен, наши взгляды, я буду рада. И первое, о чем я хотела бы поговорить, это о принципе воспитания не ребенка, а в первую очередь себя. Однажды я услышала такую фразу, я не помню, чья это была лекция. Но я так благодарна, что однажды это услышала, что ребенка не надо воспитывать, надо воспитывать себя. А он все равно вырастет похожим на тебя. Потому что с кого ему еще считывать? Конечно же, первые авторитеты это родители. И, например, говорить ему одно, но делать в этот момент совершенно другое не имеет смысла абсолютно. Потому что ребенок будет считывать именно модель поведения, а не какие-то слова, какие-то фразы, которые сам ты не подтверждаешь своим действием. Ребенка можно сравнить с копером или с зеркалом. Он просто вот отражение абсолютное того, как вы себя ведете, как вы отзываетесь о ком-то, о чем-то, о ситуации, как относитесь к миру. И на самом деле это ответственность. Когда я это осознала, я поняла, что действительно я сейчас взращиваю чистый лист. То есть он не может быть изначально с какими-то даже, по сути, изъянами, чтобы я потом на них жаловалась. Это просто чистый лист. Да, у него определенно заложены какие-то генетические особенности, которые чисто индивидуально, чисто его. Но в целом пишу от руки сейчас на чистовик. Я и Денис и те взрослые, которые сейчас для Евы авторитет. Так что материнство или отцовство, родительство в целом, это та еще работа над собой, конечно же. Без этого никуда. Знаете, кстати, в эту тему я вспомнила, как меня всегда раздражало чисто на уровне вот тела. Я не понимала еще смысл, почему меня это так бесит. Но это внутри мне казалось настолько несправедливым. И я сейчас понимаю, почему. Когда родители, например, запрещают заходить в его комнату или там спальню или гостиную куда-то без стука, например. Но при этом в комнату ребенка позволяет заходить хоть когда, хоть где. И эта же модель поведения, она им не использована. То есть он так не делает, но говорит, что нужно так делать. Если ты хочешь, чтобы ребенок был добрым, сам проявляйте доброту. Не только к нему показушно, а в целом к миру. Если хочешь, чтобы он был честным, говори с ним тоже честно. Мы, кстати, взрослые очень часто не замечаем этих маленьких обманщиков с нашей стороны. И мы думаем, что так будет лучше, но на самом деле все это считывается. Ребенок не глупое существо. Даже если он умом сейчас не понимает, что его обманывают. Ну, например, знаете, когда нужно заставить куда-то ребенка идти, он говорит, нет, я хочу на горку. И ты говоришь, а там будет горка. А сам ты вообще не уверен, что там будет горка. Ты говоришь так, просто чтобы он сейчас успокоился. Но что получает ребенок в этот момент? Веру, надежду, доверие к маме. Ну, мама же не может обмануть. Приходите, горки нет, ты говоришь, ой, да ладно, какая горка, ну мы же пришли, ладно, и вот все. У ребенка что-то там, какая-то взаимосвязь отложилась, что можно, в принципе, таким образом манипулировать. Конечно, много в жизни происходит того, что действительно, вот, вау, ожидается. Ты обещал одно, не получилось, всякое в жизни бывает. Но тут это было несознательно. Короче говоря, вот такие мини-обманщики я вообще стараюсь у себя... Потому что их сложно иногда заметить, чтобы уговорить или во благо, ты такой думаешь, о, можно так сделать. Но понимаешь, что это будет, как бы, ложь. И, как бы, он это считает. И потом точно так же, через три года, через четыре года, ты заметишь, когда вот он уже подрастет, станет более умным, как он такие вот мини-обманщики проводит, и ты такой, откуда в тебе это? Я тебя так не растила. Конечно, это не панацея. То есть, если я показываю пример благополучной жизни, не курю, не пью, в целом веду активный образ жизни, здоровый образ жизни, это все не значит, что ребенок в 13 лет не захочет попробовать сигарету, попробовать алкоголь, будет материться, и вообще фиг знает, что будет делать. Я ни в коем случае не утверждаю, что моим поведением я сейчас ему такую мягкую подстилку на будущие 30 лет точно минимум делаю. Нет. Но, тем не менее, родители – это большая основа, это такой фундамент, на который будет ставиться уже другая социальная часть. В какой-то момент родители для нее будут не таким авторитетом, как друзья, знакомые, какие-то крутые люди в школе. И от того, насколько у нее выстроена прочная эта база, она и будет либо под влиянием тех людей, ой, да, мне это хочется попробовать, либо она вот всем нутром, скорее всего, скажет, ну, что-то мне там неинтересно, как-то там странно. Попробую что-нибудь другое. Второй важный момент, может быть, даже они наравне стоят для меня, вот эти два пункта, что ребенок – это не моя вещь, это не моя собственность, это вообще отдельный другой человек, это отдельная вселенная, это другой мир, это не я. Это отделение матери, особенно от ребенка, очень часто сложно происходит, потому что, ну, действительно, связь такую, как мама и ребенок, не испытывает никто. Отец может быть привязан, отец может любить ребенка, но когда ты носишь под сердцем своего малыша, потом его рожаешь, потом скармливаешь грудью, например, это просто такая связь, что тебе порой вот хочется действительно сказать, мы покакали, а мы пойдем в садик. А у нас высыпание на попке. Ну, то есть и у него, и у тебя, походу, высыпание на попке. Это только в словах, а на самом деле в ментальном плане это еще сильнее, и кажется, что ребенок вот именно так должен полностью делать, как ты, что она должна любить то, что люблю я, что она должна надевать то, что люблю надевать я, что она должна заниматься тем, что люблю делать я. Понятно, что ребенок уже оказывается в той атмосфере, в которой есть. Если я там люблю есть цветную капусту, скорее всего, я ее буду делать через день, например, и она окажется уже в этой ситуации, о, цветная капуста через день. Или я люблю играть на барабанах, значит она иногда будет слышать, как я играю на барабанах Это вот то, что обусловлено изначально, я не могу это убрать, это я люблю И она оказывается в этой атмосфере Но это не означает то, что я буду заставлять делать то, что люблю я И еще свои какие-то, знаете, недоработанные детские проблемки Типа, я всегда хотела попробовать танцевать фламенко Запишу ее на фламенко, не важно нравится, ей не нравится То есть наша задача как родителей познакомить человечка с этим миром Познакомить ее со всем многообразием этого мира И отпустить, и принять любой выбор, любые действия, любые отношения, неотношения, занятия Все, я недавно ехала в такси со взрослым таким мужчиной, лет 60 И он всю дорогу, всю дорогу от аэропорта до дома переживал, как его старший сын, которому, внимание, 22 года Ну, типа, не два Чтобы он пошел в магистратуру, чтобы он все-таки не думал сейчас о девушках Он говорит, я на каждой встрече с ним обязательно ему дал бы левую в мозг Что ему нужно продолжать здесь учиться, что ему нужно делать вот это Иначе все бессмысленно Он, правда, говорит, что уже видеться со мной не хочет Но я-то знаю, я-то пожил, я знаю, что важно в этой жизни Понимаете, да, о чем речь? Человек уже жертвует отношениями с ребенком ради того, что он знает, как лучше И вообще не факт, что ему нужна реально эта магистратура Может быть, он хочет пойти сейчас работать, набить руку, получить опыт, жениться От этого он вдохновится, откроет свой бизнес Кто знает, какая его история ждет И нам, взрослым, порой кажется, что раз мы на 20, 30, 40 лет больше прожили Значит, наверное, вот мы точно знаем, как надо Но дело в том, что и время меняется И у тебя абсолютно была уникальная история со своими уникальными вставочками В виде людей, событий и всего-всего И у ребенка у твоего тоже своя уникальная история И самое печальное в этой истории, на самом деле, в том, что этот парень Даже не будет за советом идти к своему родителю Потому что вот здесь уже эти советы непрошенные Это никому не понравится просто Это вообще никому не понравится Ни одному взрослому, ни одному ребенку Когда ты не спрашивал совет, а тебе его дали И вот все, можешь его обратно как бы засунуть И даже спасибо не хочется за такое говорить Потому что не было запроса входящего для человека И он не готов принимать Знаете, очень, конечно, здорово в этом размышлять Посмотрим, как я буду себя вести, чувствовать и проживать Все выборы Евы в жизни Я не знаю, потому что сейчас ей пока 3 года Ее максимальная амплитуда выбора за день Это надеть красное платье или фиолетовое Но, кстати, даже в этом очень часто Она надевает в холодную погоду абсолютно неподходящую одежду И сама делает этот выбор в пользу теплой одежды Но уже получив опыт И, кстати, не растворяться таким образом в ребенке Еще очень круто для родителей Это такие плюшки для него Потому что уходят все вот эти Я вообще не живу для себя Да я только ребенком и занимаюсь Какие хобби? Чем? Что? Когда мне найти на это время? Ни вам, ни ребенку на самом деле Не нужно этого тотального растворения Друг в друге И ему от этого плохо И вы не живете своей жизнью и потом Я все лучшие годы на тебя потратила Да как ты можешь? Третий пункт Разрешать все Кроме очевидно запретного Очевидно опасного Ну, то есть здесь сейчас будет такое дополнение То, что может повредить его здоровью Его жизни Понятное дело, что выпрыгнуть с третьего этажа Я не разрешу То, что нанесет вред Ущерб нашему имуществу Например, долбить молотком стену Ну, понимаете, да? Это, кстати, связано с предыдущим пунктом напрямую Потому что Это вот как раз про тот самый опыт Который мы позволяем ребенку проживать самому Говоря, 500 раз в день нет Когда он где-то ползает Где-то лазает Где-то что-то хочет Прям вот набить шишку Хочет получить этот мини-удар Мы на самом деле не даем ему выстроить Причинно-следственную связь А что будет, когда я упаду? И, скорее всего, такие дети Которые не падают Вот с маленькой поверхности Да, там поплачет Да, набьет Действительно шишка будет Кровь Они потом упадут С более высокого какого-то дерева Потому что никогда не получали опыт Вообще, что О, оказывается, можно падать Очень часто мамочки делают Всякие бортики мягкие Чтобы он ползал Только в какой-то супер мягкой Квадратной зоне А от этого на самом деле Больше еще стресса И тревожности у мамы А что будет, когда он выйдет в большой мир? А когда на детскую площадку? Боже мой! Там же вообще повсюду Еще дети бегают, прыгают Ну, собственно, да Родительство Это такой путь Постоянного принятия Вообще всего И того, что ребенок может упасть И разбить коленку И вот это вот Все прожить вместе с ним Хотя это, конечно, очень больно Когда твоему малышу Больно и неприятно Классно в этот момент Объяснять, что произошло То есть не просто Ну вот, я же говорила В следующий раз Вообще никуда не полезешь А сказать, что произошло Почему это произошло И как можно в следующий раз Чтобы такого не произошло Это так на самом деле Классно работает Я сейчас вот так вот сижу И умиляюсь И радуюсь одновременно Когда Ева подходит Где-то ударилась И начинает объяснять Я упала Потому что я сильно быстро бежала Камушек не увидела Запнулась И разбила коленку В следующий раз Надо смотреть подножки Или быстро так не бежать И вот эти фразы Очень понятные Очень простые У нее действительно В голове это отложится И в следующий раз Она будет чуть более осторожной В чем-то Не помню где В какой-то книге Я прочитала, что здорово На каждое нет Говорить два да Таким образом Мы воспитываем в ребенке Чувство поиска возможностей Когда ты не просто расстраиваешься От того, что что-то не получилось Или от того, что что-то нельзя А сразу же начинаешь Искать пути новых решений И новых возможностей И это и воображение Это и фантазия Это и предпринимательская жилка Все прорабатывает Ситуация супер популярная Когда ребенок разрисовывает стены И тут, конечно, внутри Боже, я делала этот ремонт Сколько это стоит Можно сказать, что мы рисуем На листике На альбоме И объяснить, что это сейчас Портит, ну, вид Очевидно, что Ты красиво рисуешь Но теперь у нас стена не белая Жалко Мы будем тратить на это деньги То есть Объяснить, что вы переживаете Это мы, кстати, плавно переходим К пункту Про проявление эмоций Я даже не знаю, кстати Что здесь лучше Вот эти вот Нельзя аранжировать эти пункты Они все супер важные Про проговаривание эмоций Если честно, я впервые прочитала У Юлии Гиппенрейтер Самая важная книга для родителей Так называется И я на самом деле Благодарна в первую очередь Тому, что я в целом О таком подходе прочитала Не только по отношению к детям А по отношению к другим людям тоже Потому что Мы как привыкли общаться Ты мне сделал плохо И человек такой сразу в защиту Ему хочется ответный удар нанести И совершенно другое дело Когда ты говоришь о том Как тебе в этом Мне было грустно От того, что ты это сделал Это чудо Я считаю, что это чудо русского языка Но на самом деле Это, конечно, намного глубже И здесь про В целом понимание своих эмоций У многих взрослых с этим Большие проблемы Мы их не умеем ни распознавать Ни принимать Ни проживать Тем более не давать понять Каково нам, другим людям Без упреков Без ты позиции И, конечно, с ребенком Это работает тоже невероятно Проверено на личном опыте Это восторг С ребенком у нас еще и задача В целом ему дать понять Что он может чувствовать Потому что, когда он просто, например, Плачет в истерике Особенно это вот Кризис трех лет Там явно все родители замечают Ну, у кого-то он сдвинут У кого-то он супер мягко проходит У кого-то просто шок Что случилось с ребенком Как он вдруг стал таким У нас тоже был такой период Он начался у нас чуть раньше Я бы сказала, что в два года и два месяца И закончился как раз к трем годам Так как кризис трех лет Очень связывают с развитием речи И в целом мозг Он такой рывок совершает И ребенок как раз в этот момент Говорить активно начинает Видимо, у нас он произошел раньше Потому что и Ева, собственно, Говорить начала раньше Ну, то есть я не знаю, что там зачем произошло Но очевидно, у нас этот отрезок времени был И уже, благо, прошел Не знаю, может быть, еще вспышки там останутся Но это тот период, когда просто Непонятно, почему ребенок может тысячу раз Поменять свое настроение Просто начать кричать Говорить все поперек Это такая прям проработка родителя Конечно, на все сто И вот в эти моменты, когда ребенок просто кричит Игрушку, например, отобрали Или не дают игрушку на площадке И можно как бы спокойно, да, пережить Ну, ладно, пойдем туда-то А вот как раз в кризис он чаще всего будет просто орать И это будет вот такой замкнутый круг Когда уже родители начинают Да хватит орать! Просто потому что он не знает, как самому это вывести В этот момент очень круто проговорить эмоции ребенка Скорее всего, первые 10 раз Это вообще вы не увидите никаких изменений Ну, просто ты сказал Тебе сейчас, наверное, грустно Но поверьте Таким образом вы закладываете зернышко В распознание самим ребенком своих эмоций И скорее всего, через полгода Вы просто обожать себя будете За то, что использовали этот метод И за то, что вы пытались понять, что чувствует ребенок Пытались ему это донести Потому что он сам однажды к вам придет и скажет Мне грустно Мне грустно, что ты уходишь на работу, например И ты такой, господи, боже, неужели такое бывает? И от этого, понимаете, уже намного решать проблему легче Потому что часто ребенок криком выражает все свои эмоции Грустно, заплакать Страшно, заплакать Обидно, заплакать Не выспался, заплакать Но если ты ему не объяснишь, что с тобой стало Он так и будет, скорее всего, просто вот Аааа И важный момент в этом пункте Про эмоции родителей здесь тоже важно не забывать Важно их проявлять и показывать, что они могут быть абсолютно разными С этим у взрослых тоже проблема Мы чаще всего, услышав Позитивное мышление, надо мыслить хорошо Всегда на позитиве Очень большую себе проблему делаем Потому что, да, позитивно мыслить хорошо Искать возможности хорошо Радоваться тому, что есть, это хорошо Но признавать свои негативные эмоции Это супер важно Не забивать на них и не засовывать их в дальний угол Пока там взрыв не произойдет А признаться самому себе Мне сейчас грустно Я сейчас злая И ребенок это тоже будет считывать с родителя Что он может быть таким И не ждать взрыва какой-то бомбы Когда родитель уже просто накопив все в себе Однажды выплеснет это У кого-то ругательство Кто-то бьет своих вообще детей Потом дико жалеет и не понимает Как я так смог? Ну, потому что это, скорее всего, очень долго Невыговоренное, непроявленное чувство агрессии Которое вот так вот прям уминалось А просто однажды его надо было принять и сказать Да, я могу это испытывать Да, я могу быть агрессивна Да, в моей жизни могут быть темные краски Пусть сейчас об этом даже знают мои близкие Им будет тоже спокойнее от этого Они хотя бы не будут в ужасе ждать, что однажды придет гром Самый первый момент, когда я Еве дала понять, что мне может быть неприятно Плохо, я могу быть злая Это был момент, когда она начала кусать соски во время кормления Когда я кормила грудью По-моему, в возрасте 9-10 месяцев Да, у нее шли зубы Да, ей хотелось грызть все Но мне в этот момент было больно И я давала ей это понять самым прямым образом Я вскрикивала, я строго ей говорила С мамой так нельзя Показывала ей грызунки, какие-то яблочки Что-то еще, что можно грызть Забирала грудь Она поплакала, она расстроилась Но ей хватило буквально 2-3 раз Чтобы больше никогда этого не делать И когда я услышала этот совет от консультанта по грудному скармливанию в тот период Я вообще такая, что? Она же расстроится, она же подумает, что я какая-то злая мегера Насколько же я реально жила в воздушном каком-то мире розовом Я просто бы себе не соврала в тот момент Мне же реально было больно То есть это была даже речь о том, чтобы перед собой остаться честной Почему мне нужно выбрать желание ребенка сейчас что-то покусать Хотя есть альтернативы И переживать вот это расстройство внутри и боль А не свое хорошее самочувствие И, кстати говоря, скорее всего Это бы накопилось через несколько раз Если бы мне приходилось терпеть Я бы испытывала эти неприятные эмоции внутри Это были бы какие-то гормоны стресса Это было бы что-то такое, что меня изнутри бы отталкивало потом от груди От ГВ я имею ввиду И я бы потом на подсознательном уровне не захотела бы так долго кормить, возможно Это же все очень связано Записан у меня такой пункт, что мне кажется, я о нем уже сказала Максимально давать ребенку сделать все, что ему по силам Если не справляется, помочь Но в целом я об этом сказала Мне очень нравится здесь подход Монте-Сори Ева ходит в садик Монте-Сори Когда у них в классах ничего не делается вот сверху Давайте мы сейчас все вместе будем читать Нет, там каждый ребенок занимается тем, что ему сейчас интересно Что ему по душе, что ему хочется Если он не справляется, ему нужна помощь взрослого Ему нужна компания Он легко может попросить взрослые рядом Но он скорее наставник И уходит это чувство, что ребенок беспомощный Вот мне это очень нравится Мы вообще в целом взрослые любим показать, как правильно Ну типа я пожил, да? Я знаю, я сейчас тебя научу В этот момент надо не забывать, что ребенок Он тоже отдельная вселенная И он тоже может вас чему-то научить Просто становясь слишком высоко над ним Мы перестаем ему чувствовать себя автором своей жизни Ну и конечно самое важное Просто любить свое чадо Как говорят, как бы вы круто не воспитывали своего ребенка Он обязательно найдет повод С чем прийти к своему психотерапевту И это сто процентов Не поддавайтесь идеальным картинкам Там в инстаграме или где-то еще Что вот у этой семьи, наверное, просто все идеально Не бывает ничего идеального Люди не роботы У нас тоже не всегда получается полностью следовать этим правилам Но это такие маячки, ориентиры Которые просто помогают держаться за что-то Когда сложно, например Когда хочется все бросить И уйти в быструю манипуляцию Чтобы получить моментальный вот результат Мне очень помогало, особенно первый год Первые полтора года жизни Осознание, что вообще надо проще ко всему относиться Современные мамочки особенно Сейчас все такие прямо Прочитали здесь информацию Здесь узнали, как себя правильно вести Здесь, как ребенку лучше И этого уже чрезмерно много Становятся семьи такие где-то центричные прямо А вот если вспомнить, как раньше растили детей Там многодетная семья Мама приготовила на всех суп Успел поел? Молодец, не успел, твоя проблема А у нас сейчас прямо перед ребенком Как же накормить ребенка? Семь способов накормить ребенка Чтобы он не заметил Но чтобы он покушал брокколи Сами себе усложняем на самом деле многое Вместе с выходом этого видео Я в своем телеграме опубликую список литературы Которые я бы рекомендовала По воспитанию ребенка Обязательно поделитесь вашим опытом в комментариях Я знаю, что у меня много мамочек Я знаю, что у меня много беременящих Напишите, что вам откликнулось, что не откликнулось в этом видео Я вас благодарю, что поддерживаете мой канал Это можно сделать по ссылке в описании Увидимся в новом видео Пока-пока!